Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ти-ли-ли-ли На ютубе под нашим роликом прочитала вопрос с какими травами мы там занимаемся, пользуемся дома там увлекаемся Я думала, как... Курит, да? Че, мы покуриваем? Не, ничего не покуриваем Но травками мы занимаемся Да ты меня научила этого кстати. Правда классный чай. Чай обалденный. Ну вот из тех трав, что я бы рекомендовала любому человеку иметь в аптечке. Тебе кровохлебка понравилась? Понравилась особенно, да? Ты бы если бы сказала, что помогла, да, сразу помогла. И ты говорила, через полчаса у меня она сработала через минут 15. Кровохлебка вообще удивительное растение и я рекомендую абсолютно всем людям иметь ее в домашней аптечке. Причем иметь именно настойку кровохлебки. Ее можно сделать на корнях. Корни можно заказать вам пришлют по почте или купить в зеленой аптеке и настоять на водке 30 дней. И потом принимать разбавляя водой, сильно разбавляя водой. Но настойку у нее удивительное свойство у кровохлебки. Ну, во-первых, если ребенок маленький, то можно каплями. И тогда это прекрасный препарат от глистов. И он отлаживает пищеварительный тракт. То есть человеку он не причиняет вреда, если там вы взяли там две-три капельки капнули, разбавили водой, ребенку дали. Взрослому человеку пол чайной ложки. Это когда выпиваешь, можно выпить утром-вечером или три раза в день. И пропить так один раз, потом через несколько дней снова, через несколько дней снова. Вы видите, антигистаминный препарат прекрасный. Дальше. Есть ли у человека расстройство кишечника? То есть до дизентерии, до кровавого поноса. Особенно бывают моменты, когда там еще есть и генетические нарушения, и все, что связано с язвами и так далее. Чайная ложка разбавляете в полстакана воды и выпиваете. Вот все, что касается поносов, очень хорошо восстанавливается. И пить можно до трех раз в день. Если вот вы обожрались из-за пор, да, вот особенно после Нового года, грядет Новый год, вот елки тут стоят, и человек объелся, плохо сваривается пища, и он там уже готов бежать покупать таблетки, да нифига. Возьмите десертную ложку кровохлебки, разбавьте водой, выпейте. Только имейте в виду, что если вы особенно выпили это на ночь, то вставать придется. И это будет для тела мягко. Это не вредит кишечную флору. Это полностью в гармонии, с подстройкой, с вашим телом. И причем удивительно, как работает вот эта трава, да, то есть она реально очень классно отлаживает желудочно-кишечный тракт. И она не приносит ему вреда. Поэтому вот особенно, если вы путешествуете по азиатским странам, а там можно прихватить чего-нибудь не того, или просто там помыл фрукты, а вода была не очень, да, и получить отравление, не надо никакие эти стопдиары и так далее, и так далее, и так далее. Вот маленький пузырек кровохлебки, потому что расход у нее очень маленький. И она реально очень круто помогает. И поэтому я всегда рекомендую вот это иметь в аптечке домашней, как средство. Она не портится. То есть это настойка на водке. Это из обязательных, из того, что вот у нас есть. У нас на самом деле очень много обязательного дома. У нас там пол кухни в этом обязательном. Если не вся, да. Мой муж может вам рассказать про грибы, какие хотите, не хотите, но у нас еще дома присутствует чага. Мы с нее пьем чай. Он вкусный, нормальный черный чай получается. И вот конкретно завариванием, там она заваривается в термосе, этим всем занимается. А муж ему это очень нравится. То есть чага это такое хорошее, с одной стороны лекарственное средство, с другой стороны вкусный очень чай и общеукрепляющий, общееоздоровительный. Дальше из того, что вот я использую, я делаю травяные чай. У нас дома есть липовый цвет, но липовый цвет я применяю осторожно только тогда, когда надо, чтобы выделился пот. То есть, чтобы, когда, например, начинается заболевание, какой-то простудный, надо пропотеть, хорошо. Вот тогда липовый цвет очень прекрасен. Я использую веточки малины. Специально собираю их, такими кусочками нарезаю. С почкой первой малины это по весне заготавливаю. Ну, иногда зимой палочки можно заготовить, если закончились. То есть, вот все, что касается малины, это просто очень вкусно, хотя это тоже обладает определенными лекарственными свойствами. Я заготавливаю очень много земляники и репешка. То есть, это как основа чаев. Зеленая масса, которая обладает витаминами, и к ней можно добавлять дальше чабрец, душицу, там, монарду. То есть, все, что вам попадает, такое вкусненькое, вы туда наваливаете, и получается очень вкусный ароматный чай. Но зеленая масса, если вы навалите очень много чабреца, то невкусно будет, да, то есть перебор. А когда вот действительно витаминная зеленая масса идет с земляники или репешка, это очень вкусно. Дальше, из того, что я еще использую? Ромашку использую. Это тоже очень вкусно. Но одновременно это еще при простудных заболеваниях, то есть, она обладает определенными свойствами лекарственными. Очень люблю монарду. Даже на даче специально посадила ее, выращиваю, потому что она тоже, она и противовирусная, и противопаразитарная, и так далее. Но я вот эти вот свойства, это практически ко всем травам можно такое отнести. А вот эти все свойства я убираю, мне она вкусная. Вот реально головку добавил в чайничек. Класс. А вот, что еще мы заготавливаем? А нет, как-то ты говорила, ласки что-то какие-то. Акопник. Акопник. Акопник это мазь. Вот муж делает из нее. Акопник это красивая штука, это которая натирать мазь делает. Но это когда суставы, акопник можно использовать. Но это очень специфическое. Веронику. Синенькие такие глазки мы собирали. Это Вероника. Что мы еще собирали с тобой? Мы собирали морковку дикую. Я маленькими соцветиями кладу. Но вообще из нее очень хорошо семена использовать в домашней аптечке. Но, ну не знаю, я не очень люблю эти семена. Вот это увлечение моего мужа, поэтому я ему доверяю. А я сама цветочки добавляешь, оно особо вкуса не дает, а витамина содержит. Дальше. Вот еще вспомни. Ну, я в основном чайным этим занимаюсь. А, из того, что интересно, действительно, надо, чтобы в аптечке было антибактериальное свойство, средство природное. Вот здесь мы используем кору тополя черного. Или асокарь, как его называют, да? Или асокарь. Не знаю, как правильное ударение. У нас его называют черный тополь. Либо же, если нету черного тополя, вот мы долго не могли найти здесь в окрестностях Минска, мы нашли осину. И вот кора молодой осины, ее просто настаивайте точно так же на водке. И точно так же чайными ложечками ее можно на горчит, хорошо горчит. Но это природное антибактериальное свойство, очень даже неплохое. От кашля я всегда у детей, для детей использую душицу. Душица... Ой, блин, у нее... Вот сейчас забыла. Вылетел из головы название. Вообще на нее обратили внимание мое на Кубе. Мы когда были на Кубе, у меня очень-очень тяжело болел. Младший ребенок чуть не умер. И кубинская хваленая медицина оказалась вообще капец. И реально, вот даже снимок там легких делают. За 60 километров пришлось ехать на машине везти ребенка, потому что никто не мог по снимку сказать, есть воспаление или нет. То есть в больнице не было профессионалов, кто бы мог прочесть это дело. И в конце мы попали... Ну, мы сами путешествовали по Кубе, поэтому получалось так, что немножко рисковали. Вот. И попали мы в... Ну, в такая деревенька была. И там женщина, она услышала, как кашляет ясь. У нее температура очень сильно держалась. И она подошла, она принесла пузырек на стойку и говорит, ему от кашля будет помогать. Я спросила, что это. Она мне назвала растение. Вот сейчас из головы вылетело оно. И я потом прогуглила и нашла. В русском варианте это душица. А в кубинском оно по-другому называлось. И действительно, если посмотреть в состав лекарств, вот натуральных, оно входит. Вот. И с тех пор я себе заготовочку сделала. У меня дома есть душица, настойка. И душица сушеная. И я чайки завариваю. Все. Вот. Это тоже обязательно использую в аптечке. разного рода. Там календулы, все остальное. Много чего есть полезного. Много чего есть вкусного. Это все на вкус и цвет. Да. То есть вы выберете. Знаете, когда человек начинает заниматься травничеством, он сперва собирает все подряд. Потом выкидывает вот это все подряд. А потом определяется только то, что ему надо. И поэтому, когда у меня просят, вы там нам не соберете сбор? Нет, не соберем. Я собираю ровно то, что употребляет моя семья. Да. Вот ровно на семью, сколько она за зиму израсходует. К весне, чтобы у меня в шкафчике стояли пустые мои эти баночки. Кстати, траву я всегда очень герметично закрываю для того, чтобы там не завелась ни моль, никакая там пакость. Вот. И все это к весне должно быть пустым. И с весны начинается заготовка следующей партии. Но вообще, это я сейчас про траву рассказывала. А вообще мне очень нравится этот сам процесс. Я только хотела сказать, что мне так понравилось именно собирать. Та волга. Вот еще та волга мы с тобой собирали. Ну точно. Собирать поле, цветы, травы. И это такое удовольствие. Для меня это больше удовольствие, чем потом, когда уже высушу. Уже собирать. Вот у Наташи это уже собирать там чайно быстро. Набрал. Залила кипяточком и кайфую. Для меня это уже сложнее. Но вот этот был процесс поле, цветы, запахи, лук. Ох, это еще. Мне кажется, я тогда набралась уже все, что мне надо. На год. А мы классно. Мы тогда ездили вместе, путешествовали. Ездили в Мстиславль. Это Могилевская область, граница с Россией. И мы приезжали прямо на границу. Вот мы Иришку с Геной не уговорили сплавиться на российский берег, да. А мы с мужем переплывали туда, потому что там было очень много грибов, но там вот в российский лес входил, вот представляете, вот просто черная туча комаров. Вот на нашем берегу нету, потому что там солнце, и там сдувает их, потому что высокий берег. А с другой стороны там просто еще болотце, и речка впадает еще одна. И получалось, что такой закуточек и просто туча. И ты так подплываешь на лодке и понимаешь, что ты сейчас в эту тучу входишь. Но при этом понимаешь, что ты входишь в тучу, и первые 50 метров у тебя усланы этими яйцами веселки гриба, да. Там их просто дикое количество. А это, ну это очень ценный продукт. Кстати, и вашим родителям тоже тогда этих яиц досталось в настойке. Вот. И дальше идешь, и дальше идут лисички. Я удивительным образом переплыла в майке, и даже не взялась, потому что жарко было, ничего с собой наверх. И поэтому 20 литров лисичек было собрано за полчаса. Двадцать. Два раза по двадцать. Два раза по двадцать литров лисичек было собрано. Она так бегом. Потом вылетаешь оттуда и в воду, понимаешь, и над тобой вот эта черная туча. Вот. Вот такие приключения у нас были. И это тоже счастье на самом деле. Это невероятное счастье. А вот, когда ты... Счастье, да, было ждать вас на берегу, где нет коварма. И видеть, как вы на лодке пусты. На лодке. Я уже догребала, как только стечения выплыли, тут же бабах в воду. Потому что это было невероятно. Понимал, что с тебя сейчас будет слетать просто вот эта вот хреновая туча, этого кусучего. А то сейчас есть о чем вспомнить. Да, но это счастье. И лисички такие вкусные, красивые, здоровые, мощные. Потому что там люди не ходят, а там они растут. Вот просто растут и пропадают. Потому что людей там нет. Потому что на том берегу давно пропали селения, повымирали там и так далее. А места красивые. А места красивые. И на машине. Мы пытались туда доехать на машине, но мы на полпути вынуждены были ее оставить. Потом подумали, что мы сможем доплыть через реку. Объехали и с другой стороны заехали. Но вот и через реку оказалось с приключениями. Но места, конечно, обалденные. И вот этот сбор трав, сбор, сам процесс, само употребление потом. Вот, кстати, я после того, как начала травы собирать, я перестала пить китайский чай. Вот даже тот, что мы с Китая привозили, там хорошие чаи стоят еще. И самое интересное, что меня полностью отвернуло от поэра. Я даже как-то так стесняюсь про это говорить, потому что мне говорят, это же такой чай. Это же можно там так его приготовить, так. Это целая процедура есть по чаепитию. И я это понимаю. У меня даже под это дело есть эта посуда, чтобы вот этим всем заниматься. Но от одной мысли, что это перегнившая трава, это навоз. Все. Трава листва. Перепревшая листва. И не могу. Может, она очень полезна, может, она целительница. Но это перегной. Когда ты знаешь наши чаи из настоящих травок, с лугом красивейших, да. Такие чаи вкусные. Они золотые, они такие красивые, они такие вкусные, они такие ароматные. Это никакой, как ты там узнала, пуэра, да? Или как-то английское. Не знаю. У меня тоже дома есть этот пуэрр. До сих пор лежит. Ну, у меня тогда этих блинов муж купил. Говорит, такой вкус. Это же, ну, вот это социальные. Люди ведутся. Я не знаю. Ну, пахнут он мне мужскими носками. Ну, пардон. Я говорю то, что я чувствую, да. Я не хочу там прикидываться этой вот... Можете считать дурой колхозной, да. Я не хочу прикидываться там супер на таком чае. Не, я ни в коем случае им не являюсь. Просто вот когда я имею дело с пуэром, у меня он идет вот сразу. Может, потому что у меня образы в подсознании идут вот этого прелова. И запах соединяется с мужским запахом. И мне это не нравится, да. Я люблю здоровый запах. А мне этот запах не является здоровым. А когда я беру душицу, когда я беру чабрец, когда я беру... Да просто вот эту траву любую охапкой возьми, да. Она обалденная. Она дает столько жизни. Она дает столько счастья. Она дает столько. И она дает вот эти ассоциации, воспоминания. Как ты собирал. Какой ты счастливый был в этот момент. Как дети твои бегали, ржали, катались в этой траве. Как они там поблизости бегали купаться. Это все вот просто... Вот просто это поток счастья. И вот этот поток счастья ты пьешь вместе с чаем. И поэтому травы для меня... Это счастье, которое собрано своими руками. Вместе с друзьями, вместе с семьей, вместе. И вот это счастье, оно просто дает здоровье. Оно не может не давать здоровье. Потому что вот это... Это не просто трава. Это трава, наполненная счастьем. Наполненной жизнью. Наполненной жизнью. Вот именно такой живой. Не перегноем, а живой жизнью. Да. Которая есть и счастье, и удовольствие, и друзья. И интерес, и кайф. И все вот это. И лето. Все. Вот это... Придет в этом году лето. Лето в Беларуси великолепное. Вот летом я не очень люблю уезжать куда-то. По Беларуси прекрасно путешествовать летом. Потому что вот зимой по Беларуси путешествовать, ну, холодно. И сляготно. Тут вон по гололеду особо даже не разгонишься. А летом здесь великолепно. Летом эти травы. Летом реки. Летом озера. Грибы. Ягоды. Здесь просто рай. Вот реально здесь рай. Поэтому... Опять поедем путешествовать. Опять поедем путешествовать. На машины и погнали. А тем более у нас еще и баня есть уже. Да, походу. Мы с собой походную баню возим. Ну, и у нас, кроме трав, еще и баня. Все на месте. Весь рай. И баня, и река, озера, и травки, и грибочки. Вообще хорошо. Все натура. И самое главное, вы знаете, когда мне люди начинают жаловаться, говорить, что вот, вы там ездите, а у нас денег нету и так далее. Слушайте, ребят, для этого деньги не нужны вообще. Для этого надо, чтобы внутри горел огонь. Суммы, которые вы тратите, вы точно так же будете тратить на проживание в городе. Все равно вы... А на лекарства. А на лекарства еще больше. Просто сразу все понятно становится. Да. В данном случае речь идет о здоровье, о счастье. И это дает еще один побочный эффект. Вы общаетесь с семьей, вы общаетесь с детьми, вы общаетесь с мужьями. И вот этот момент тоже искренности, открытости на природе, всего вот этого, это тоже дает гармонию, целостность семьи, счастье. И это и элемент воспитания ваших детей в гармонии, в семье, в счастье, вариант воспитания, когда папа с мамой бросают ребенка, чтобы слетать на две недели в Египет, а потом им удивительно, почему ребенок в подростковом возрасте бросает родителей и уходит во двор и занимается воспитанием двор. «Подождите, вот как вы, так и к вам», а в данном случае вся семья, поехали, отдых, дети. Вообще вот эти тонкие такие моменты, когда вот это счастье, оно не стоит денег, оно не стоит каких-то усилий больших, оно стоит просто внутреннего желания огня быть в гармонии с собой, с природой, со своей семьей. Все, больше ничего не надо. Все остальное вы придумали от ума. Поэтому занимайтесь травами, это реально офигенное хобби, офигенное, которое дает выхлоп и по здоровью, и по отношениям, и дарит общение, и дарит счастье. Кстати, трава обладает сознанием. Я имею в виду, не одну конкретную траву, вообще травы обладают сознанием. И их сознание с вашим сознанием находится в гармонии. Всегда. Таня. 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 Таня.